Аминь, святая Твоя над ним, помилуйная. Аминь. Вести в свете истинной, просвещая и освещая всякого человека, бегущего в мир, до знаменства на свет лица Твоего, и на нем возлюсь светлым преступник. Исправи стопы наших дел и заповедей Твоих, мои Твои Чистости, Матери, всех святых Твоих. Аминь. Правда и благое, Боги, победительная, яко из башихся от злых, благодастный, но я вас присылаю, я бит на его породице, но я кое имущея державу непобедимую, отца ведь нас в лицо подида за венки, радуйся и бездани. Слава Тебе, Христе Боже, уководя наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну, и святому Дух, и не пристрел, и молитве, и веков, и веков, и веков, и веков, и веков, и веков, и веков. Аминь, Господи, помилуй, аминь. Христос, исти Epядom,イ ревн, наш молитвенчать Ищихся от Матери, всех святых помилуй и спасет нас, яко благочеловек, альбубец. Аминь. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Беседы Святителя Зотоустого о доме, основанном на картине. Итак, всякого, кто слушает слова мои, сии, и исполняет их, вот подоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои, и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Так как он все уже рассказал о будущем, упомянув и о царстве, и о неизвеченной награде, и об утешении, и всем прочим, тому подобное, то после этого, желая здесь заставить своим слушателям плоды, показывать, что сильна добродетель и в настоящей жизни. В чем же состоит эта сила добродетеля? А в том, что с ними живут безопасно, не колеблются ни от каких несчастий, стоят выше всех гонителей. Что может сравниться с этим? Он один со многим избытком стяжал такую безопасность в пучине настоящей жизни, наслаждаясь великою тишиною. И подлинно удивительное дело, что он не в приятную погоду, но во время жестокой бури, при великом смятении и при постоянных искушениях, немало не может колебаться. Пошел дождь, и рождались реки, говорит Спаситель, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Евангелие от Матфея, 7 глава. Здесь заждем, реками и ветрами, он иносказательно называет человеческое несчастье и злоключение, как то клевету, наветы, скорби, смерть, погибель ближних, оскорбление других и всякое другое зло, какое только бывает в настоящей жизни. Но душа праведного, говорит он, ничем не побеждается. Причина этого в том, что она основана на камне. Камнем здесь Христос называет твердость своего учения. И поистине, заповеди его гораздо тверже камня, с помощью их праведник становятся выше всех волн человеческих. Так как кто тщательно соблюдает эти заповеди, тот побеждает не только в гонении людей, но и в козни дьявольские. И что сказано, не одни высокопарные слова, свидетель тому Иов, который при всех козни дьявольских остался непоколебимым. В том же могут удостоверить и апостолы, которые при устремлении на них всех волн вселенной и народов, и тиранов, и своих соплеменников, и чужих, демонов и дьявола, при всех ухищрениях стояли тверже камни, и все это разрушили. Аминь. Аминь. Анися и Господь.